Привет. Помните, мы недавно верстали шапку сайта веб-стандартов? Сегодня мы посмотрим на то, как устроен футер на этом же сайте. Я его недавно сверстал. Но мы не будем его верстать, мне кажется, это занимает кучу времени. Мы лучше разберем интересные моменты с ним связанные, а потом посмотрим, какие вещи можно улучшить именно с точки зрения взаимодействия с этим футером. Сегодня мы посмотрим на свойства фокус, фокус-визибл, как этот фокус прятать, как его не прятать, и, в общем, как сделать жизнь людей, которые пользуются клавиатурой, удобнее, а те, кто мышкой, красивее, я не знаю. В общем, давайте посмотрим. Для начала вспомним дизайн. Мобильная версия, планшетная, десктопная и десктопная пошире. Колонки здесь, в общем-то, для красоты, ну, чтобы понятно, как все организовывать. И примерно так оно все и сверстано. Вот так вот это выглядит. Футер приклеен к низу. Тут, конечно же, шапка, контент, ну, как обычно. Только мы сегодня фокусируемся на одном компоненте. Как она устроена на уровне HTML? Я сюда вставил обычный хеддер и обычный мейн, но пустые, ровно для того, чтобы грид здесь сделал стики-футер. Внутри все сравнительно просто. В соцкнопке заголовок на связи. Он явный, он есть на макете. Здесь у меня список определений и одно описание на несколько ссылок. Ссылки я не стал располагать в списке, потому что они вполне себе интерактивные, и по ним можно передвигаться друг за другом, и, возможно, здесь количество ссылок в перечислении не сильно помогает. Но это была моя гипотеза. Если кто-то не согласен со мной, приходите в комментарии, обсудим. Внутри вставлены SVG-иконки, они все засунуты в спрайт. Давайте посмотрим на этот спрайт. Он, в общем-то, так и называется, спрайт. Я засунул сюда все иконки, дал им ID-шники, прописал в ViewBox. Ну, все, что вы обычно делаете со спрайтами. И он у меня подключается каждый раз для каждого юза из внешнего файла. При наведении эти иконки немножко вырастают, но это обычная трансформация при наведении. Social, Hover, Transform 1.1 и Transition очень короткий тоже. В общем, очень легкий и приятный эффект. Но давайте уже посмотрим на адаптацию. Я на адаптацию больше всего времени и потратил. Открываем режим мобильный. Ну, и, в общем, вот так все примерно по макету и выстраивается. Если мы посмотрим на это все в инспекторе, то вот такая вот сетка у нас выстраивается. Здесь 4 колоночки, здесь особых колонок нет, потому что оно все лежит мимо сетки в каком-то смысле. Ну, и как-то вот так вот все примерно располагается. Но это чтобы просто показать вам Grid Inspector в Firefox, и что тут все, как все примерно устроено. Пощупайте сами. Давайте посмотрим на адаптацию. Оно все растягивается, и в какой-то момент поздновато, наверное, переходит на планшетную версию, потом на десктоп, потом на десктоп пошире. Ну, в общем, примерно так оно все адаптируется. Ну, в общем, адаптацию мы с вами уже видели на примере шапки. Здесь была она чуть посложнее, потому что там несколько состояний. У шапки, по сути, там два состояния. Меню, да, и не меню. Здесь несколько брейкпоинтов было. Я, в общем, сверстал в том же самом стиле. Ничего особо интересного. Интересно здесь другое. На примере футера я наконец-то решил сделать то, что давно было пора сделать. Разобраться с фокусом. Что такое фокус в принципе? Фокус — это когда вы идете по странице с клавиатуры, и видите, где в текущий момент находится ваш фокус, то есть ваш интерактивный элемент какой-то, на котором вы находитесь. Если на странице нет интерактивных элементов, вы все равно можете передвигаться между разными элементами внутри вашей страницы, но для этого вам нужен скринридер. А так без скринридера, без отдельной программы, которая работает поверх браузера, вы все равно можете с клавиатуры передвигаться между интерактивными элементами. Самый простой пример — это когда вы, допустим, пользуетесь какой-то формой. Если вы находитесь в этой форме, вы нажимаете кнопочку «тап-тап-тап» и переходите между этими полями. Это очень удобно, даже если вы прекрасно пользуетесь мышкой, стилусом и чем угодно. Или даже на тач-экранах, когда вы набираете текст, гораздо удобнее между полями передвигаться кнопкой «тап», а не тыкать по экрану. Другое дело, когда вы нажимаете мышкой на ссылку, когда вы нажимаете мышкой на кнопку, вы, наверное, не ожидаете, как зрячий пользователь или как пользователь, который пользуется просто указателем и смотрит на экран, не будем это характеризовать каким-то особым образом, вы не ожидаете аутлайна. У вас уже есть курсор, вы его видите, и вы нажимаете туда, куда хотите. И вам не нужно дополнительно подсказывать, вам не нужно дополнительно показывать курсор. Так вот, браузеры по-разному себя ведут. Давайте посмотрим на примере этого футера, как, собственно, браузеры себя ведут с этим фокусом во время клика на ссылки. Отключим адаптивный режим и посмотрим, как у нас в Firefox ведут себя ссылки, если на них нажимать. Ну, для начала вспомним про наведение. У нас здесь есть ховер, все прекрасно работает. Если я сейчас нажму на ссылку и отведу курсор, чтобы она не нажалась, ну, вроде бы ничего и не происходит, да? Нажимаю, ничего не происходит. Нажимаю, ничего не происходит. Вроде бы все в порядке. Тоже ничего не происходит. То есть я могу кликать по ссылке, и браузер мне ничего отдельного не нарисует. Как себя ведут браузеры на основе Chromium? Переходим сюда. Здесь у нас Edge, здесь у нас Chrome. Ну, и по идее они должны вести себя одинаково. И на самом деле так, конечно, и есть. Навожу, все меняется, нажимаю, ничего не происходит. Ничего не происходит. Все еще нажимаю. В Edge то же самое. В общем, браузеры ничего специально не рисуют, потому что они умные. Они понимают, когда нужно рисовать outline, а когда не нужно. Давайте еще проверим Safari. Нажимаю сюда, на кнопку. Ссылки даже не таскаются. В Safari по-своему организовано взаимодействие со ссылками. И здесь вот такой вот синий outline, который на черном фоне, конечно же, сильно пропадает. Контрастность очень плохая. И, в общем, ну, такое. Можно гораздо, гораздо лучше. Давайте вернемся в Firefox. Попробуем кликнуть на страницу и пойти по ней дальше с клавиатуры. Нажимаю Tab. Вот. Видите, тонкий-тонкий-тонкий черный пунктир подсветился. И, на самом деле, вот он еще вокруг текста, здесь тоже с трудом видно, но все-таки есть. Это фокус. Посмотрим, как в браузерах на основе Chromium. Кликаем сюда и пошел. Во, видите, outline. Такой темный-темный-темный. Идем на темный фон. Опа, а он светлый. На самом деле он двойной. Где-то с месяц назад, когда в Chromium появился этот двойной outline, внутри синий, а снаружи белый, я слышал очень много криков по форумам, по всяким соцсетям. Там, господи, что случилось с моим Chromium? У него что, включился режим доступности? Или это voiceover тот самый хваленый? Или что происходит? На самом деле ничего не происходит. Просто давным-давно пора было сделать outline, который на самом деле виден. Потому что до сих пор это была такая голубая размытая обводочка, которая на синем фоне пропадала, на белом фоне, ну, в общем, выглядела странно. Она была одной на macOS, одной на Windows. Я не знаю, какой она была на Linux, но, видимо, третий. Ну, в общем, ничего хорошего с этим не было. Потом пришла компания Microsoft, перевела свой Edge на Chromium и сказала, «Ребята, нам нужно сделать нормальный фокус». Вложилась в это, фокус появился нормально и в Chromium, и в Edge, и он появился тот самый, который делает его на самом деле удобным, если вы пользуетесь с клавиатурой интерфейса. Вы обратили сейчас внимание, что я кликал по ссылкам, и они этот фокус не принимали. Но когда я шел по ним с клавиатуры, они прекрасно фокусировались. То есть браузеры что-то делают, чувствуете, да? Они пытаются понять, как вы взаимодействуете с интерфейсом, и в зависимости от этого вы получаете или не получаете обводку с фокуса. На самом деле, когда вы кликаете по ссылке, фактически она фокусируется. Просто вот это вот не срабатывает фокус. В итоге этот двойной аутлайн теперь убирать не нужно, по идее. Потому что при клике на ссылку он не появляется, а когда вы начинаете пользоваться клавиатурой, он появляется. Браузеры за вас догадываются, когда он вам нужен, а когда нет. Но некоторые продолжают его убирать, и, знаете, не во всех браузерах он адекватно хорошо выглядит. Последнее время Safari мы сейчас посмотрим, сделала хороший аутлайн, но, по-моему, не такой классный и контрастный, как, допустим, на основе Chromium в браузерах. И в Firefox он сейчас такой тонкий и странный, что, в общем, хочется сделать свой аутлайн. Давайте сделаем свой аутлайн и попробуем понять, какие в этом есть плюсы и какие минусы, и как их можно решить. Давайте попробуем сделать одинаково полезный и красивый аутлайн везде. Вернемся в редактор и отдельно опишем его для всех нужных мест. Начнем с Social. Идем в Social Link, и здесь у нас описано состояние ховера. Давайте мы отдельно опишем состояние фокуса. Ховер описали, сюда Social Link, фокус, и напишем outline 3px solid. Здесь используем встроенный цвет. Special Semi Dark. И давайте сделаем отступ. Outline Offset 2 пикселя. И посмотрим, как он выглядит. Вот, смотрите, теперь в Firefox нормальный аутлайн, который видно. А до этого были черные вот эти вот пунктиры. Они все еще остались в футере. Теперь у нас есть нормальный хороший аутлайн. Ну и в остальных браузерах тоже, смотрите. Классно. Вообще здорово. Даже в Safari нормальный аутлайн. Но есть беда. Если я нажимаю на такую ссылку, видите, фокус начал появляться. И это, конечно, не похоже на встроенное браузерное поведение. В общем, вы поняли. Как только мы начинаем настраивать фокус, потому что его все-таки нужно настраивать в браузерах в некоторых, мы получаем поведение, в котором браузер говорит, окей, вас интересуют все фокусы, поэтому и при нажатии, и без клавиатуры, и как-нибудь еще вы обязательно получите тот самый фокус с тем самым аутлайном. И, собственно, здесь лежит проблема. То есть он, с одной стороны, помогает, с другой стороны, мешает. Но, к счастью, в браузерах появилось свойство. Фокус визибл, точнее, начинает появляться. За флагами есть полифил. В общем, сейчас мы с вами разберемся, как сделать так, чтобы фокус был с клавиатуры, наш собственный фокус, а при клике мышки его не было. Давайте убедимся, что в браузерах на основе хромиума такая же беда. Да, кликнул, кликнул. А в Safari-то что? А в Safari все нормально. Смотрите, я кликаю, и Safari не делает у меня состояние фокуса. Возможно, именно так должны себя вести браузеры, немножко переформатировать то, как они понимают псевдокласс фокус. Но на самом деле есть другое решение, которое, я надеюсь, в Safari тоже появится. Давайте на него посмотрим. Мы вместо «фокус» напишем «фокус визибл». Сохраним и посмотрим, что там в Firefox. Я пытаюсь нажать на ссылку. Ничего не происходит. Я иду с клавиатуры, и вот мой кастомный фокус. Правда, если открыть в настоящем Firefox, все немножко по-другому. Смотрите. Появляется «фокус» при клике. Ну что значит «настоящий»? Это стабильный Firefox, а это у меня Firefox Nightly. В Firefox и Nightly «фокус визибл» уже работает. Давайте посмотрим на другие браузеры. Тут у нас Edge, тут у нас Chromium. Смотрим на Edge. Ничего. Ну и видите, «фокус визибл» просто не срабатывает. Смотрим на Chromium. Но Chromium здесь необычный. Я специально поставил два Chromium, не для того, чтобы вас запутать, а потому что в этом Chromium я включил веб-платформ фичерс, которые включают «фокус визибл». То есть при нажатии ничего не происходит, а тут все прекрасно работает. Это у меня Chromium с флагом, поэтому не обольщайтесь, в Chromium это пока не работает. Ну и Safari. Кликаю, 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 ничего не происходит. А так обычный встроенный фокус в Safari. В Safari «фокус визибл» тоже не работает. В итоге ситуация такая. В Firefox фокус визибл не работает, в Safari фокус визибл не работает, в Chromium не работает. И что же, собственно, нам тут делать? К счастью, для того, чтобы все это заработало, есть Polyfill. Его написали люди, которые занимаются стандартизацией свойства «фокус визибл». Его написали и протестировали, и используют на очень многих-многих других сайтах. Не только вот энтузиасты, которые думают про доступность. Поэтому это стабильный, надежный, хороший продукт. Лежит на NPM, поддерживается, развивается. В общем, это не какая-то игрушка. Его многие используют. И я рекомендую его использовать вам. Давайте попробуем его подключить и посмотреть, как он работает. Найдем его в NPM. NPM.js.package.focus.visibл. Вот такой Polyfill. Здесь очень хорошая документация. Все расписано, что и как работает. Поэтому вы точно не ошибетесь. Скопируем это название и начнем его применять в этом проекте. Для начала поставим его. npm.install.save.focus.visibl. Рестартуем наш сервер. Закроем лишнее. И давайте посмотрим, поставился ли он, собственно, package.json. Да, focus.visibl в зависимости их есть. Теперь он, собственно, лежит в папке node.modules, и мы можем его оттуда подключить. Ну, грязно и просто. Идем в index.html, и в конце просто подключаем script.src.modules. Modules, focus-visible, dist, и card-the-focus-visible, min.js. Но все не так просто. У нас сервер настроен так, что все сервится из папки dist. Соответственно, папку not-modules он не видит. Давайте немножко поменяем настройки сервера, и тогда он сможет видеть адреса и ресурсы из not-modules. Идем в настройки галпа, точнее, браузер синка. И здесь пишем дополнительный параметр. Routes, здесь, node-modules, node-modules. Перезапускаем сервер. И смотрим, подключился ли файл. Focus-visible подключился. Ну и что, подключили, все сразу заработало? Не совсем. Нам нужно сделать несколько движений. Повесить один класс, который он выставляет вам на HTML, который, собственно, помогает понять, в каком вы сейчас состоянии. Навигация из клавиатуры или навигация мышкой. То есть он заменяет вот эту эвристику браузерную на, собственно, скрипт, настоящий полифил. Сходим в наши компоненты. У нас есть компонентик блочная модель. Давайте продублируем его. Назовем его FocusVisible. Вот. И здесь, собственно, опишем тот класс, который нам FocusVisible полифил предлагает использовать. Давайте сходим в FocusVisible. И что здесь написано в документации? Возьмите этот snippet кода и используйте у себя. Берем. Используем у себя. Что здесь происходит? JSFocusVisible, класс, который появляется у вас на корневом элементе, если он есть, то все сфокусированные элементы, которые не имеют класса FocusVisible, этот класс тоже выставляется полифилом. У них outline none. Сохраняем. Ну и еще нужно его импортировать. Индекс.css и где-нибудь после блочной модели пишем FocusVisible. Все, теперь у нас эти вещи импортируются, и по идее вот сейчас все должно заработать. Проверять здесь особого смысла нет, потому что в Firefox Nightly все и так работает. Давайте проверим в Firefox. Идем в Firefox. Это у нас, еще раз напоминаю, обычный стабильный Firefox, где ничего подобного нет. Начинаем идти с клавиатуры, и появляется вот такой фокус. Нам мало подключить полифил, нам нужно написать наши стили, как мы писали до сих пор. У нас пока там сейчас все еще FocusVisible. Нужно вернуть его просто к фокусу, чтобы браузеры, которые не знают этот псевдокласс, правильно его обработали. Возвращаемся сюда и убираем Visible. Вот. Здесь все по-прежнему неплохо. Фокус с клавиатуры такой. В Firefox с клавиатуры вот такой фокус. При нажатии ничего. Отлично. В Chrome при нажатии ничего. С клавиатуры отличный фокус. В Edge, где FocusVisible тоже нет. Тоже все прекрасно работает. Ну и в Safari при нажатии ничего с клавиатуры наш прекрасный фокус. Осталось только добавить тот же самый фокус в Footer. У нас до сих пор был описан только Social. И понять, что, собственно, с ним делать. Скопируем эти наши стили. Сходим в Footer. И здесь опишем дополнительно. Не Social link, а Footer link. И посмотрим, как оно работает. Передвигаемся фокусом сюда. И в Footer у нас абсолютно явный и хороший outline. Снимаем фокус. Пытаемся кликать мышкой. Никакого outline нет. Нет, ничего пользователям и нам, и заказчикам, и всем людям, переживающим, ничего не мешает. А людям, которые пользуются клавиатурой, у них все удобно и хорошо. Скрипт небольшой. Скрипт стабильный. Он очень здорово помогает пользоваться интерфейсами и делать их по-настоящему доступными. Если до сих пор вы отключали фокус, потому что у вас не было выбора, даже если вы хотели сделать хорошо, теперь у вас есть решение. Вы можете подключить этот полифил, прописать буквально три строчки стилей дополнительных, и у вас все очень хорошо заработает. Обязательно внедрите это в свою разработку, делайте хороший, удобный интерфейс. Я думаю, вы согласитесь со мной, что любой полифил хуже, чем отсутствие полифила. В смысле, чем фича, которая поддерживается браузером нативно. Так ведь? Вот и я тоже так думаю. Мне кажется, что фокус-визибл, как полифил, нам очень сейчас помогает. И то, что он есть в Firefox Nightly прекрасно, и то, что он есть за флагом в Chrome, тоже отлично. Но в WebKit его нет. И поэтому было бы классно, чтобы эта штука там появилась. Мы на самом деле с вами можем помочь этому произойти. Есть такой проект, называется Open Prioritization. Его делает компания Egalia, и там вы можете сказать, мне нравится вот эта возможность, одна из них, фокус-визибл, и я хочу, чтобы ее внедрили в какой-то браузер. Я пообещал этому проекту, что я добавлю 100 баксов в реализацию фокус-визибл в WebKit, если соберется, ну как на Kickstarter, если соберется определенная сумма. А сумма 35 тысяч долларов, там уже 11 тысяч из них собрано. Давайте просто посмотрим, как это выглядит, и, может быть, у вас появится повод поддержать эту инициативу. Проект выглядит вот так. И здесь есть разные варианты. Поддержка цветов лап в Firefox, вот тот самый фокус-визибл в Safari WebKit, 11 тысяч долларов собрано, 100 долларов из них мои. Инерт-атрибут в WebKit и в Safari тоже очень классная фича. Я тоже думаю о том, чтобы добавить 100 долларов в поддержку. Селектор нот в Chrome, более развитый свойство Contain в WebKit Safari, и свойство D из SVG в CSS. В общем, я считаю, что нужно приходить и голосовать за фокус-визибл. А если вам нравится, то и за инерт. Это очень классная возможность. Это все на сегодня. Весь код, который сегодня был перед вами, я положу в отдельной репозитории. Будет ссылка на живое демо, где все это можно будет попробовать. В общем, вы разбирайтесь и смотрите. Я специально не углублялся в верстку футера, ну потому что сколько можно верстать одно и то же, правда? Когда будет что-нибудь интересное поверстать, принципиально другое, тогда уже будем непосредственно верстать. А пока вот такой вот фокус-визибл. Напоминаю, что это видео первым увидят патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами, поддерживайте меня, становитесь немножко ближе. А если вам и так хорошо, тогда подписывайтесь, лайкайте. Это помогает другим найти это видео и увидеть все, что я здесь делаю. А так, в общем, согласны вы со мной, не согласны. Давайте обсудим это в комментариях. Как обычно, я там много с вами общаюсь. До следующего раза.